В декабре я узнаю о том, что есть NFT. У меня просто срывает крышу. Исполнилась моя мечта. Как умею, так рисую. Никто вообще не знал, что это чего-то стоит. Была выкуплена работа Баски в единственном экземпляре существующее произведение с дополнительной опцией «Сжечь оригинал». Пандемия очень сильно подтолкнула цифровизацию во всех сферах. Культура не исключение. Знаменитый Эрмитаж анонсировал выставку в формате NFT. Впоследствии эти картины я могу их перепродать курсом. В два раза дороже, в три раза дороже. Новые технологии — это новые возможности для больших денег. Вопрос о том, искусство это или не искусство, он задается очень давно. Это акт искусства. Это маркетинговый хайп. Вся эта золотая лихорадка, я думаю, через месяц-другой она спадет. Да это все манипуляция. Началось меняться парадигмой того, что это не искусство, это никому не интересно. А нет, это интересно. Это искусство, которое имеет гигантский потенциал. Форбс Дайджест Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, это Форбс Дайджест и наш большой выпуск про NFT. Продавать все это планируют в виде NFT. Что за хрень эти NFT? Оригинальную гифку нян-кота продали как NFT почти за 600 тысяч долларов. I put my first NFT. Called NFT. Now selling for huge bucks. 69 million dollars. Цифровые кибер-крипто-площадки. В эпоху новых технологий появилось и новое искусство, так называемый digital art. И если несколько лет назад продать свое артовое видео было настоящей редкостью, то сейчас с появлением NFT это стало возможным. Небольшой ликбез. Что же такое NFT? А аббревиатура переводится как Non-Pungible Token. Значит, невзаимозаменяемый токен. То есть уникальный. Но легче от этого не стало. Правда же? Сынок, я не понял ничего, что ты сказал. NFT-токен закрепляет за человеком право на владение каким-то цифровым объектом в интернете. Это может быть что угодно. Картина, видео, музыкальный альбом, гифка, шутка, игровое снаряжение, билет на концерт, звуки пуков или картина Леонардо да Винчи. И стоимость этих объектов варьируется от сущих грошей до десятков миллионов долларов. Так, например, торги за работу Bipple начинались с сотни долларов и дошли до 69,3 миллионов. Ну вот какая интересная штука. Клабхаус, когда появился в России, произвел невероятный фурор в узком кругу креативного класса. Спустя 3-4 месяца ажиотаж и хайп прошел, тема сдулась и стала, скажем так, вообще не популярной. Есть мнение, что с NFT произошло то же самое. Но это не точно. В этом выпуске мы поговорим с художниками, коллекционерами, юристами и уже появившимися экспертами в NFT. Погнали разбираться. NFT-токены продают за криптовалюту эфириум, которую придумал наш соотечественник Виталик Бутерин. За этот год он, кстати, успел побывать первым криптомиллиардером и благополучно лишился этого статуса. Нестабильные штуки эти ваши, криптовалюты. После скачка курса эфириум подешевел на 40% и на момент записи этого видео состояние Виталика составляет примерно 850 миллионов долларов. Почему Виталик, а не Виталик? Почему? Ну уж когда меня маленьким было, все называли Виталик. Потом, когда я приехал в Канаду, так стало, что просто меня Виталиком называли в школе. И оттуда уже просто было невозможно Виталия использовать. Эфириум это и платежная система, и платформа для разработки приложений на базе блокчейна. Благодаря этому приложение нельзя цензурировать. Также Эфириум это вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в 389 миллиардов долларов. Ее обменные единицы называются сейчас по-простому Эфир. Сейчас Эфир уступает только Биткоину, капитализация которого составляет более триллиона долларов. Перед Биткоином у Эфириума есть важное преимущество. Система Бутерина может адаптироваться к разным задачам. В апреле 2021 года в сети Эфириум произошло обновление, в результате которого комиссии за транзакции снизились значительно. Бутерин уверен, что вскоре Биткоин потеряет свою лидирующую позицию, так как остро нуждается в совершенствовании технологической базы. Благодаря Эфиру стали возможны сложные сделки с разными цифровыми активами. Так что можно сказать, что NFT тоже придумал наш соотечественник Виталик Бутерин. Мы разговаривали с представителем Веба Сергеем Горьковым. Он назвал, что у тебя сегодня появился новый статус криптобог. Ты как вообще к этому относишься? Понятно. Один из наших соотечественников, который бросается во все новое, когда появился Клабхаус. Он сидел там бесконечно долго, по 4-5 часов в день. С приходом NFT он выложил и продал уже несколько работ в формате NFT токенов. Это современный художник Пакрас Лампас. Самый дорогой токен на сегодняшний день он, кстати, продал, переводя на реальные деньги, примерно за 2 миллиона рублей. Первая NFT-работа одного из самых известных российских художников, Transition, была продана на площадке Foundation. Для этого дропа Лампас сначала написал работу на холсте, оцифровал ее, спроецировал на черкейскую ГЭС, крупнейшую гидроэлектростанцию на Северном Кавказе, а дальше снова оцифровал. И только после этого выложил на продажу за Этериум. Почему ты сразу прыгаешь во все новое? Тут же вопрос как раз того, какие цели ты преследуешь. Если у тебя цель на этом заработать, то это нужно ждать, пока придут рекламодатели или крупные коллекционеры. Если цель разобраться, как работает технология, то нужно быть визионером. Нужно идти вперед тогда, когда остальные еще сомневаются. И чем чаще ты принимаешь какие-то смелые решения по отношению к каким-то новым вещам, тем точнее ты будешь знать, работает это или нет. Если по красу мы знаем давно, и для него NFT это одна из 10 ступенек в его карьере, по которым он идет параллельно, расписывая ламборгини или создавая мурал в его родном городе Королев, то для некоторых, как, например, для номинанта в рейтинге Forbes 30 до 30 этого года Степа Брикспейсера, это возможность большой новой карьеры, в которую, собственно, Брикспейсер ворвался, открыв дверь в мир криптоарта с двух ног. Брикспейсер – молодой диджитал-художник и режиссер из Москвы. Он и до NFT был довольно успешен. Работал с российскими и даже мировыми звездами. Я роняю запад, я роняю запад, а! С крупными брендами. Многие диджитал-художники из России называют Брикспейсера первооткрывателем NFT на просторах СНГ. Он действительно был первопроходцем и рассказывал про свои первые шаги в мире криптоарта коллегам в Клабхаусе. Среди наиболее известных работ в NFT у Брикспейсера можно выделить проект «Навальный», который он продал за 10 тысяч долларов. И проект «Нехта», посвященный задержанию автора одноименного телеграм-канала в Белоруссии. Эта работа была продана за 13 тысяч долларов. В декабре я узнаю о том, что есть NFT, меня просто срывает крышу, меня, ну, исполнилась моя мечта. Я представлял, что может быть что-то такое, вот оно появилось. У меня искра, буря безумия в глазах просто. Я начинаю узнавать. Есть три площадки. «Суперер», «Нифти» и «Рарибл». На «Рарибл» ты можешь попасть, на «Нифти» и «Суперер» нет. Но там была заявка для, короче, регистрация там была. Типа, ты закидаешь заявки, анкеты. Я кинул. И спустя какое-то время меня приняли. И я понял, мне нужно сделать работу, реализовать ее. И тут происходит событие с Навальным, то, что он прилетел после лечения, его задерживают. У всех рвет абсолютно жопу, все просто вне себя, потому что как такое, у нас же правовое государство, в том числе и меня. Я решаю сделать такую работу. И поскольку его задерживают, я думаю, ну вот попробуй в NFT сделать. И, блин, было бы круто деньги с NFT попустить ему. Я делаю эту работу, выкладываю, все получается. И спустя пару дней происходит продажа. И я понимаю, что, ну, офигеть, это произошло. И большую часть средств, это 400 тысяч рублей, я перевел в ФБК и в ВВД-инфо. Брикспейсер назвал, конечно, не все площадки, но упомянул «Рарибл», которую основали тоже наши, Алексей Фалин и Александр Сальников. И этот бизнес уже с выручкой в миллионы долларов. Кстати, Сальникову нет еще и 30 лет, и он был номинантом в нашем рейтинге 30 до 30 в этом году. Но вернемся к площадкам. Чем они отличаются друг от друга? Нам объяснила диджитал-художник Аномали Кейтс, которую мы познакомились на выставке «Совериск» на потоке в подземном музее парка «Зарядье». Частью экспозиции этой выставки стали ее NFT-работы. Где можно продавать свое искусство? Это OpenSea, Rarible как раз. Это Foundation, это No Origin, это NFT и SuperRare. Какая между ними разница? Порог входа тоже здесь. То есть, например, на Foundation там у них такая система, что, например, один художник может пригласить другого художника. При продаже работы тебе падает несколько инвайтов. Как в Clubhouse было. Да, именно. И уже были такие мематики, что дайте мне инвайт на Foundation. Но здесь получается, что Foundation курируют художники как раз таки. И они между собой уже договариваются, кто кого куда пригласит. На той же выставке мы познакомились с художником Мишей Либерти и узнали, где он продает свои работы. Я продаю на площадке Foundation. Мне она нравится тем, что там аукцион. И это такое немного азартное, приятное ощущение. То есть, когда растут ставки и происходит какая-то активность, это всегда очень будоражит. И очень такой увлекательный процесс. Сегодня я проснулся в 7.30 утра. Для меня это вообще не свойственно, потому что это было полчаса до конца аукциона. Мне было интересно посмотреть, как будет развиваться событие. Но для того, чтобы выкладывать свои нефтишки, художник совсем бедным быть не должен. Ведь это не бесплатно. Я когда свою первую работу загружала на Rarible, мне Mint стоил порядка 100 долларов. Что стоило 100 долларов? Загрузить свою работу на площадку Rarible, чтобы выставить ее на продажу. То есть, это не так, в принципе, дешево? Конечно. То есть, есть такие площадки более доступные, как OpenSea. Но там ты в потоке бесконечного диджитал арта, который туда заходит. Впрочем, эти 100 долларов могут кратно увеличиваться, как мы знаем. Напомню, что NFT-токены продают и покупают на сегодняшний день в основном за эфир. Мы указываем эквивалентную стоимость работ в долларах по курсу актуальному в день сделки. Ну а теперь топ-10 самых дорогих NFT-работ в мире. Погнали! Десятое место. Серия крипто-арта и NFT 18-летнего художника-трансгендера Фьюша. С настоящее имя Виктор Ланглоа. Под названием Hello, I'm Victor Fuchs and this is my life. Привет, я Виктор и это моя жизнь. Продано за 2,1 миллиона долларов на аукционе Кристис. С начала бума NFT-рынка Виктор напродавал работ почти на 18 миллионов долларов. На секундочку, это более миллиарда рублей. Виктор сейчас самый юный художник, с которым когда-либо работал аукционный дом Кристис. И первый, кто положил их сайт от количества посещений. Виктор и сам в шоке от всего происходящего. Еще бы. Искусство свое написывает просто. Привет, я транс и это то, через что я прошел в своей жизни. Девятое место. Первый твит основателя Твиттера-миллиардера Джека Дорси ушел почти за 3 миллиона долларов. Надо сказать, что объяснить это можно еще и тем, что именно Твиттер является главной социальной сетью для крипто-сообщества. Там вся тусовка, анонсы и ветки обсуждений NFT-арта. Восьмое место. Цифровое искусство от художника Миши Довбека, известного как Мэтт Дог Джонс. Копировальная машина под названием Репликатор, которая генерирует новые произведения каждые 28 дней. Ушла более чем за 4 миллиона долларов. Седьмая строчка. Тоже интересный лот NFT исходного кода всемирной паутины от ее создателя Сэра Тима Бернарса Ли. Продана почти за 5,5 миллионов долларов. Сэр продажу пояснил. Я продаю изображение, которое я создал при помощи программы, написанной мной же в питоне. Это то, как выглядел бы оригинальный код интернета, если бы его повесили на стенку с моей подписью. Шестая строчка. NFT от бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, передавшего СМИ секретный материал о глобальной слежке спецслужб США и Великобритании. Его работа под названием «Стей фри. Оставайся свободным» представляет собой калаш из страниц постановлений суда, в которых сказано, что деятельность АНБ нарушает закон. Из этих документов вырисовывается портрет самого Сноудена. Работа была продана на аукционе за 5,4 миллиона долларов. Пятое место. Самая недорогая работа художника Бипл в первой десятке. Ocean Front. Продана за 6 миллионов долларов. Она посвящена проблемам охраны окружающей среды, климатического кризиса и снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Собранные деньги творец намеревается отдать на благотворительные цели. Четвертое место. Тоже Бипл. Работа Crossroads была продана за 6,6 миллионов долларов. Она посвящена прошедшим в 2020 году президентским выборам в США. На ней мы видим мужчину полностью в татуировках. На плече четко считывается слово «Лузер», а прическа напоминает шевелюру Дональда Трампа. Это первая работа Бипл, проданная на NFT-маркетплейсе. Второе и третье место. Работа от CryptoPunks. Номера 7804 и 3100. CryptoPunks – это коллекция из 10 тысяч цифровых аватаров в виде людей, обезьян, пришельцев и других странных созданий. CryptoPunks – один из первых проектов NFT на блокчейне Ethereum. Они были выпущены еще в июне 2017 года. Представляют собой коллекцию 8-битных изображений размером 24 на 24 пикселя. Итак, третье место. Панк под номером 7804. Один из самых уникальных персонажей в легендарной коллекции. Так говорят эксперты. Это единственный из девяти инопланетян, который курит трубку. Невероятно, правда? 10 марта этот цифровой аватар купил анонимный пользователь. Стоимость сделки составила 4200 эфиров, что эквивалентно примерно 7 миллионам 570 тысячам долларов. Второе место и самый дорогой аватар в коллекции – панк под номером 3100. Его смогли продать за 7 миллионов 580 тысяч долларов. Этот панк – единственный инопланетянин в коллекции с повязкой вместо головного убора. Ну да, с повязкой, видимо, подороже. А пока мы монтировали этот выпуск, один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов – Sotheby's – сообщил о продаже еще одного криптопанка под номером 7523. За, внимание, 11,8 миллионов долларов. Это рекордная стоимость одного NFT-токена из данной коллекции. Ну и первое место – работа EveryDays от Bipple, о которой мы уже говорили и весь мир, в общем-то, ее приводят в пример. Это коллаж из 5000 рисунков, которые художник создавал и выкладывал в своем инстаграм последние 13 лет. Изображение стало первым токенизированным цифровым объектом, который продали через аукционный дом Кристис за эфириум. 11 марта эту работу за рекордные 69,3 миллиона долларов приобрел анонимный криптоинвестор под псевдонимом Мета Кован, основатель фонда Мета Пюрс, который вкладывается в NFT. Самую дорогую работу из художников опрошенных нами продал знакомый нашему каналу герой – скульптор-миниадюрист и популярный тиктокер из Уфы Салават Федаи. Это уникальность в том, что я один это делаю и, ну, можно повторять, но это уже будет не моя работа. Выпуск про 48-летнего тиктокера из Уфы Салавата Федаи, который бросил офисную работу и нашел себя в микроскульптуре, можно сказать, получил приз зрительских симпатий. На нашем канале там практически исключительно положительные отзывы. И его любопытство и пронырливость, в хорошем смысле этого слова, привела Салавата и к изучению криптоарта и NFT. Как он продает свои карандаши, которые снимает в тиктоке за десятки тысяч долларов, так ему удалось и продать работы в формате NFT. Конечно, недешево. Мне удалось продать несколько работ на Foundation, на OpenSea несколько работ. Вот этот первый заход на этот, так скажем, marketplace, на этот рынок был очень удачный. За 25 эфириумов была продана работа коллекционеру из Ирана, который в Лондоне, по-моему, сейчас живет. Там, по сути, никакого аукциона не было. Этот коллекционер сделал одну единственную ставку, 25 эфириумов, и работа уже была именно ему и продана. На день продажи, если посмотреть по курсу эфириума к доллару, то это было около 45 тысяч долларов. Карандаш у него оформили, упаковали дополнительной 3D-графикой, чтобы это более интересно смотрели. Медийные персоны тоже вступили в игру. Линдси, Лохан, Перрис, Хилтон, рэпер, The Weeknd, супруга Илона Маска, Граймс. И если большинство звезд продают изображения себя любимых, картинки со своими песиками или собственные диджитал-полотна, то The Weeknd продал на NFT-аукционе неизданную песню. Счастливый обладатель невзаимозаменяемого токена получил трек, который никогда не будет представлен ни на одной цифровой платформе. Диджей Фрилло пошел еще дальше и продал целый музыкальный альбом. И получил он за него ни много ни мало – 11,6 миллионов долларов. Крупные компании и СМИ тоже не остались в стороне. Например, Нью-Йорк Таймс продали колонку с говорящим названием «Купите эту колонку» на блокчейне за 560 тысяч долларов. А популярное американское лейт-найт-шоу «Saturday Night Live» сделало клип на эту тему. Он ушел с молотка за 360 тысяч долларов. Посмотрим фрагмент. Не так давно на NFT-аукционах появилась и диджитальная обувь. Три пары кроссовок по дизайну, напоминающие Nike Air Force, продали за 3,1 миллиона долларов. Технические кроссовки купил 621 человек. Технология NFT такое позволяет. Кстати, технология NFT также позволяет продавать и цифровой мерч. Про это нам рассказал директор по России и СНГ в одной из крупнейших в мире криптобирж, запустившей недавно NFT Marketplace. Онлайн-магазин, короче. Речь, конечно же, про Binance и Глеба Костарева. Если это, например, цифровой артист, известный, например, Пакрас Лампас или Миша Мост, они выпускают свой арт в виде NFT в единственном экземпляре, и он этим ценен. Если вы, например, celebrities, и у вас огромное количество аудитории, которые вы хотите монетизировать, то вы можете выпустить, например, свой NFT, может быть, 100 копий, и они там, например, каждой копией будет присоединен, например, билет на следующий концерт. То есть тут в данном случае художественная ценность этого NFT меньше, а создатели NFT могут владельцу NFT, тому, кто купит NFT, давать что угодно в подарок. Но вернемся к виртуальной обуви. Ее также недавно выпустили и Gucci. Пару от этого премиального бренда можно купить всего за 12 баксов. Сравните с ценами на физически существующую модель. Обуть диджитал копию, конечно, не получится, но всегда можно примерить обновку в сториз в инстаграме или на фото в фейсбуке. Как говорится, дешево и сердито, и очень модно. В NFT можно продавать что угодно, и продавцом может быть кто угодно. 12-летний мальчик по имени Беньямин Ахмед, например, реализовал серию незатейливых работ значков за 160 тысяч долларов. Неплохо для 12 лет, думаю, в ближайшее время парнишке карманные деньги не потребуются. Родители могут быть спокойны, или наоборот, пора начинать волноваться. В качестве NFT можно приобрести и криптокотят. Вот этот милый малыш, например, был продан за 637 тысяч долларов. Это около 47 миллионов рублей. В чем смысл такой денежной траты? Благодаря ей вы получаете возможность стать криптозаводчиком. Владелец кота договаривается с владельцем кошки о скрещивании. После получения потомства владелец кошки забирает котенка, а владелец кота – деньги. Помимо животных можно приобретать цифровые земельные участки. Цены на них могут быть равны стоимости реальной земли. Этот цифровой кусок, например, был продан за 85 эфиров – 6,8 миллионов рублей. Самый странный вариант использования NFT-токена показала компания Injective Protocol. Она купила работу Морранс Уайт, одного из самых известных и загадочных художников современности – Бэнкси, за 95 тысяч долларов. И сожгла ее во время трансляции в Твиттер. После этого Injective Protocol привязала невзаимозаменяемый токен к цифровой версии уничтоженного полотна. Теперь картина существует только в цифре. Но еще немного о сжигании. Мем – девочка-катастрофа. Помните такой? Героине этого фото Зои Рот было всего 4 года, когда ее отец сделал снимок на фоне горящего соседского дома. Спустя какое-то время кадр стал вирусным, но никаких бонусов от этого Зои не получала. До недавнего времени, пока не появился NFT, фотографию удалось продать за 500 тысяч долларов. Хватит на новый дом. Ну и, пожалуй, самый удивительный купленный лот – это Пиксель. Да-да, обычный серый Пиксель. Почти что черный квадрат 21 века. Криптохудожник под псевдонимом Пак продал эту работу за 1,3 миллиона долларов. На аукционе Сотбис. За нее около полутора часов боролись сразу три коллекционера. Пак – наш Пикассо, заявил как-то исполнительный директор криптобиржи Бинанс Колин Голтера. Также Пак, кстати, почти как Бэнкси. Никто не знает его настоящего имени. Возможно, Пак – это целая группа художников. Сложно поверить, что такой шедевр мог создать один человек. Кстати, ранее криптохудожник запустил платформу для сжигания NFT – BurnArt. Сейчас на этой заре NFT многие работы, которые выставляются, это все-таки результат некой спекуляции цен. Потому что рынок еще не сформировался. Нет вторичного рынка. Соответственно, если нет вторичного рынка, очень сложно определить стоимость на первичном. Это логично. И по этой причине многие люди боятся туда заходить. Целоват. А вот до того, как ты продал NFT за 50 тысяч долларов и после того, как ты продал NFT за 50 тысяч долларов, у тебя поменялось как-то мнение об этом? Знаешь, я тогда удивлялся, что перевернутый унитаз или там приклеенный на стену банан можно за миллион долларов продать. Но когда просто цифровое изображение, цифровую картинку продают просто потому, что она называется NFT, ну да, это было шоком. Но сейчас я уже привык и отношусь к этому просто как к новому виду цифрового искусства. А физически человек покупает просто файл какой-то, код, да? Как это выглядит? По сути, да, цифровой код, он переносится с платформы на его цифровой кошелек. Это просто набор нулей и единиц. Он может перенести эти нули и единицы на свою флешку, либо держать у себя онлайн в своем кошельке, либо держать в своем профиле, где он зарегистрирован на каком-то маркетплейсе. Это же не значит, что вот человек, который купил NFT-изображение, получает право на физическое изображение? Или там художник может различные промо-акции придумывать вокруг своего NFT? Совершенно верно. Здесь зависит от художника и от его желания, так скажем. Но правообладание регулируется правилами площадки маркетплейса. На многих сразу указано, написано в правилах, что покупая NFT, коллекционер не приобретает права на это произведение. Он просто покупает NFT в свою коллекцию. Он может показывать, хвастаться и делиться в соцсетях, но коммерчески использовать он не может. То есть в рекламных целях каких-то этот видеоролик или это видеоизображение, цифровое изображение. Однако он может перепродавать этот NFT другим коллекционерам или любым желающим. А выставку он может провести свою? Конечно же, он может провести выставку этих NFT-шек. Цифровые мониторы, на них будут крутиться эти NFT-шки. Вот те и выставки. Роговарные отношения должны быть, да, уже как и в традиционном виде. А что касается бонусов, то многие авторы, в том числе и я, стали немножко хитрить и к чистому NFT добавлять уже физический объект в качестве подарка. То есть я на площадке продаю уже не только NFT, а тот же самый мой карандаш, мою скульптуру, как бы он идет в подарок к этому NFT, который купил коллекционер. События разворачиваются очень быстро, и сейчас свою площадку для продажи NFT запустила самая большая криптобиржа в мире, Binance, основанный китайцем Ча Пен Джао, который уже успел побывать на обложке Forbes. Кстати, на Западе его называют просто CZ. Возможно, его имя вам не знакомо, но, между прочим, CZ входит в глобальный рейтинг богатейших бизнесменов мира. Его состояние сейчас практически 2 миллиарда долларов. Недавно Binance, как мы уже говорили, открыли NFT Marketplace. В первую неделю после запуска на аукционе были представлены лишь 100 работ российских художников. Амбассадорами нового Marketplace стали Покрас Лампас, Миша Мост, Степа Брикспейсер с хатой 111. Хата 111 – это объединение молодых людей, занимающихся творчеством, диджитал-артом, музыкой, тату, машинами, одеждой и так далее. Несмотря на юный возраст и, казалось бы, неопытность, ребята быстрее всех поняли, что на волне хайпа вокруг NFT надо делать бизнес и создали агентство по продвижению NFT – ARCA. Они уже успели поработать с рэперами Хаск, ЛД, командой Дэдсла, Мишей Мостом и многими другими. Большинство дропов в Marketplace и Binance, кстати, были выложены от имени их агентства, из-за чего у ряда других художников возник резонансный вопрос – что за монополия такая? Вначале, когда мы запускали Marketplace, мы запускали его с концепцией 100 креаторов, то есть у нас было ограниченное количество слотов, и в самом начале от России вошли Покрас Лампас, Миша Мост и один слот мы дали Jetlag ARCA. И они в рамках своего слота собрали 15 артистов цифровых и от каждого получили по работе, и, собственно, в рамках своего слота представить. С ARCA для нас там удобно было то, что у них уже хорошо налажены связи со всеми цифровыми артистами, поэтому они сами отобрали, предоставили там работы, и для нас это довольно удобный формат. Наше агентство, оно представляет как бы несколько художников, потому что мы подумали, что на самом деле 15 работ для одного – это многовато. И поэтому мы подумали, что, наверное, мы попробуем какой-то всеобъемлющий список собрать и собрать ребят топовых, которых мы знаем. Binance – это крупнейшая, по сути, биржа, связанная с криптовалютой, с криптоиндустрией, то есть и то, что они открывают свой marketplace – это очень масштабная история. То есть вот есть маркетплейсы, которые уже были созданы, когда случился там в NFT Boom или когда были созданы до этого какие-то маркетплейсы. Они работают, они классные там и так далее, у всех свои привилегии. А Binance они выждали, потом они посмотрели чужие ошибки, судя по всему, и создали свою очень масштабную, очень интересную, продуманную площадку. Недавно появилась информация, что даже Instagram ведет разработку и тестирование сразу нескольких новых функций, касающихся NFT. Одна из которых – сервис для продажи, покупки и коллекционирования NFT-токенов. Скорее всего, он появится в специальной вкладке. В конце мая глава компании Адам Массери подтвердил, что платформа изучает возможность вести подписку и маркетплейс для NFT. Диджитал-художники в предвкушении. Да и мы тоже. Друзья, за моей спиной работа художника Миши Моста Artificial, который находится в Москве на арт-классе Ригамо. Неподалеку здесь его студия. Но Миша очень давно в стрит-арте, с 97-го года. Знают его, и работы его были представлены за пределами нашей страны на очень широкой географии. Это европейские страны, Англия, Германия, Франция, Италия, Швейцария и другие. В нашей стране, в Нижегородской области, он расписал фасад металлургического завода в Иксе. Если быть точным, Мурал в Иксе размером 10800 квадратных метров. Кстати, быть может, именно после того, как Миша Мост расписал целый завод, он и повесил табличку завхоз на свою студию. Но это мое предположение. Господин завхоз, здрасте. Какая у вас красота. Привет. Ярослав. Ого. Это что? Это друг попросил, у меня тут постояло, чтобы... Выглядит очень пугающе. Это вместо злой собаки, да, типа? Да. Чтобы если какие-то случайные люди заходят, их отпугивали. Тогда, в 97-м году, граффити и все это уличное искусство было непонятно, что такое. Мне было интересно. Это как какая-то вещь, которую мало кто в ней разбирается. Мне было интересно ее изучить. И мне нравилось творчество. Я поэтому пошел в это граффити. Если про NFT перескакивать, то это тоже какая-то новая штука, которую мало кто понимает. Но она интересная, она связана с творчеством. Это такой эксперимент. Мне, наверное, по этой же логике, мне это интересно. Но все-таки криптовалюты – тема сложная и серая, как у нас говорят. Криптовалют – не совсем понятный статус, хотя подвижки в эту сторону есть в разных законодательствах мира. И помочь нам разобраться мы пригласили Екатерину Родионову, адвоката по интеллектуальным правам, поверенного РФ и доцента. Что касается самих NFT, они вообще никак не отражаются у нас в законодательстве. Так или иначе, криптовалюты сегодня в законодательстве у нас отражены. Другой вопрос – какого характера это отражение. Характер в целом такой больше запретительный. У нас есть федеральный закон о цифровых финансовых активах. Мы его достаточно долго ждали. И вот в рамках этого федерального закона существует запрет на взаиморасчеты при помощи криптовалюты. А с налогами что, интересно? По идее налоги должны платиться, потому что у нас есть судебная практика. Эту практику назвать невозможно, но есть прецеденты, в рамках которых криптовалюта признана имуществом. А если это имущество, то с этого имущества, соответственно, мы должны уплачивать налог. Теоретически налоги могут платиться. Хочется добавить, а могут и не платиться. Но этого я не говорил. По российским законам налоговым агентом является физлицо. И физлицо, если оно торгует криптой, то должно уплачивать налоги, соответственно, подавать декларацию. Биржи не являются по российским законам налоговым агентом. Несмотря на то, что есть закон, он никак не поясняет, как должен осуществляться оборот цифровой валюты. Все, что касается криптовалютных сделок, это такая серая зона закона. И нельзя сказать, что кто-то из известных мне владельцев криптовалют платит с этой криптовалютой какие-то налоги. А у нас такой знакомый есть. Ну, я стараюсь быть довольно примерным гражданином и честным налогоплательщиком. Если государство скажет, как это будет регулироваться и как правильно платить налоги с оборотов криптовалюты, я готов с удовольствием пойти навстречу. Пока я тоже ничего не скрываю. То есть ту криптовалюту, которую я получил, я вывожу в рубли. А рубли я показываю затем в своей бухгалтерской отчетности и плачу с нее налог положенный. Поскольку пока государство не определило четко, сколько я должен платить с криптовалютой, я плачу как ИП по упрощенке свои 7%. Но есть, конечно же, ребята, которые никому не показывают свои кошельки, а технология электронных кошельков позволяет инкогнито их заводить и инкогнито проводить операции. Да, здесь, разумеется, люди не только от налогов, а вообще от всех прячут свои недоходы и сбережения. А какие риски в том, чтобы покупать NFT? Это зависит от того, во-первых, кто мой клиент. Моим клиентом в такой ситуации может оказаться платформа, может оказаться художник, может оказаться, например, коллекционер, покупатель. У каждой из сторон, соответственно, абсолютно разные риски. Если мы говорим о художнике, то у художника какие у него есть риски? Например, он рискует остаться без своих NFT в том случае, если каким-то недобросовестным, незаконным путем третье лицо завладеет доступами к его аккаунту. Может быть, такой вариант. Какие еще риски? Давайте так, не у художника, а у продавца. У художников здесь как раз у авторов и правообладателей рисков меньше. Если мы говорим о продавцах, то у них рисков предостаточно, потому что на сегодняшний день в формате NFT продаются произведения, экземпляры произведений, которые зачастую вообще никаким образом, с юридической точки зрения, не принадлежат продавцу. И вот у такого продавца рисков достаточно много. Какой именно это риск? Это риск получить претензию от правообладателя, тогда, когда выяснится, что сделка неправомерна, и продавец не мог осуществить эту продажу, поскольку сам никакими правами не обладает на этот объект. Ну и, собственно говоря, это такие два основных вопроса, которые так или иначе получают сегодня развитие на различных платформах. Например, из таких достаточно громких кейсов на OpenSea буквально месяц-полтора назад был снят с продажи лот. Там было произведение Баски, оцифрованное, и оно предлагалось к продаже в формате NFT. То есть не произведение предлагалось, а цифровая копия предлагалась в формате NFT с дополнительной опцией «Сжечь оригинал» для покупателя, что, естественно, противоречит вообще здравому смыслу. А помимо этого, к счастью, законодательство США. Поэтому OpenSea, подчиняясь юрисдикции США, законодательству США, снял с продажи этот лот, и таким образом произведение Баски, к счастью, осталось с нами. Несмотря на всю крутость NFT и восторг по поводу нового способа реализации искусства, не стоит забывать, что у любой технологии есть уязвимости, и подделать можно практически все, что угодно. Вот, например, заходите вы на модный сейчас маркетплейс от Binance, и видите, что работу современной художницы и популярной блогерши Лены Шейдлиной выставил автор с непроизносимым названием «Арка FMT Jetlag». Как понять, что вас не дурит, и вы купите оригинал работы Шейдлиной? Писать ей в директ с вопросом «Лена, ты ли это?» Во многом здесь сами маркетплейсы берут тоже на себя роль тех, кто удостоверяет и подтверждает, что действительно такие-то люди выпустили. Дают, скажем так, галочку. Foundation, Rarible, Binance. В принципе, самых известных авторов их удостоверяют. Поэтому надо проверить профайлы, какие были работы. Опять же, желательно проверить соцсети этих артистов, потому что они стараются давать ссылки на свои работы. То есть все равно дополнительный чек, скажем так, надо делать. Следуя вот этой вот странной мифологии о том, что приобретая NFT, мы приобретаем гарантированно прозрачный актив, мы понимаем, кто его правообладатель, кто его автор, и все как будто бы зафиксировано. В блокчейне мы, естественно, заблуждаемся, потому что в блокчейне зафиксирован только факт сделки, которая произошла на платформе. При этом сама по себе купли-продажи произведения в формате NFT не гарантирует ни подлинности авторства, ни каких бы то ни было прав продавца, ничего подобного. Единственное, что гарантирует приобретение произведения в формате NFT, это то, что будет зафиксирована сама сделка, сам ее факт в блокчейне. Мы говорим о том, что там, собственно, только наш токен, а все остальное, то есть медиа, которые имеют отношение к этой сделке, например, цифровой файл, который мы приобрели, естественно, в блокчейне отсутствует. И хранится где-то в не децентрализованной системе, как мы привыкли в ситуации с блокчейном, а во вполне себе централизованной, то есть на каком-то обыкновенном сервере, который поддерживается, ну, например, какой-то одной организацией. Соответственно, до тех пор, пока этот сервер поддерживается, мы имеем доступ к своему произведению. Как только он перестает поддерживаться, наш доступ пропадает. Если в смарт-контракте указана ссылка на вот этот вот сервер, и его поддержка прекращается, то, собственно говоря, у нас остается как таковой токен. Да, наш токен зафиксирован в блокчейне, но дальше этой фиксации мы ничего уже не можем предложить, например, следующему покупателю, потому что мы не знаем ни на что у нас есть права, ни на что мы купили, ни где теперь этот файл находится, ни как доказать факт, что был куплен именно этот предмет, потому что ссылка на него перестает работать. Давайте разберемся, почему все-таки NFT так круто для мира в целом. Никто вообще не знал, что это чего-то стоит и что это искусство. Все знали, что это продакшн, это как снять клип, это как сделать рекламу. Вон там это продавалось. То есть какая была альтернатива? Там какой-то видео-арт, который был в авангарде в 90-х где-то в Нью-Йорке? Да никто не знал об этом вообще абсолютно. И типа обычные мужики сидят у себя там где-то, я не знаю, фрилансом занимаются и такие, ну, надо прокормить семью и как бы вот уйти на телек, нормально будет или там в кино. И молодые на них смотрят и понимают, вот типа что такое мошен дизайн. Это проектная работа. У большинства не было сомнения в том, что есть что-то другое. Чтобы вы понимали разницу, специалисты по компьютерной графике, аниматоры и моушен дизайнеры получают в России в среднем от 50 до 200 тысяч рублей в месяц. При этом им приходится делать работы на заказ, обычно не имеющие к творчеству никакого отношения. На одной нефтеработе, сделанной по велению души, можно разжиться на тысячи, десятки тысяч или даже миллионы долларов, при условии наличия таланта и раскрученных социальных сетей, конечно. Был единственный выход, это стоки. То есть какие-то, где ты проекты продаешь. То есть, например, ты сделал видео, там, не знаю, логотип летает, и продаешь вот этот проект для того, чтобы его разные люди использовали. Футажи, грубо говоря. Вот и все. Это было вообще, я не знаю, там, открытие ящика Пандоры в свое время. Все думали, вау, вот мы уйдем от проектов. А это ничем не отличается, потому что это просто, ну, ты расходники делаешь. NFT показало, что твою работу, она кому-то интересна вообще. И у людей начало просыпаться осознание того, что, а может быть, они могут делать только творческие проекты. Может быть, они не обязаны гнаться вот в постоянной этой гонке, типа, за заказчиком. Они могут что-то для себя делать, и люди будут им платить за это. Здесь главный момент, что это вот чисто появилась такая возможность, и у людей начало сменяться вот эта парадигма того, что это не искусство, это никому не интересно. А нет, это интересно. Это искусство, которое имеет гигантский потенциал, которое просто еще не осознало себя. Если я, как художник, могу написать холст, у меня будет физический объект, то для мощного диджитал-артиста, скульптора, CG, эмоушн, дизайнера и так далее, это всегда остается просто файлом. Диджитал-арт — это и реальное искусство. Здесь нет ни кураторов, здесь нет каких-то лиц, которые тебе запрещают что-то или не дают куда-то пробиться. Мир традиционного искусства — это все-таки такой немножко закрытый клуб, все зависит от галеристов, все зависит от твоих промоутеров часто. Многие художники, они просто художники, и они не маркетологи, они не умеют себя продавать. Они сидят у себя в студиях, могут быть гениями, но пока их не упакуют в какую-то красивую форму, у них может вообще не быть никакого успеха. А эта штука, она помогает людям показать себя без посредников, да? Абсолютно так, да. До недавнего времени, получается, художников, которые не имеют связи, не приписаны к какой-то галерее, не работают с каким-то дилером и так далее, промоутером, у них не было возможности реализовать свое творчество. Я имею в виду реализовать в плане продать. Часто даже показать, да. Сейчас у них такая возможность есть, тебе просто нужно иметь твиттер или инстаграм и просто самостоятельно показывать, продвигать свою работу и надеяться, что кто-то ее заметит. Несмотря на большой энтузиазм и восторг от появления NFT, есть те, кто отказываются продавать свои работы таким образом из-за неэкологичности. Еще в 2017 году экоактивисты подсчитали, что майнинг эфириума, технология NFT как раз была разработана на основе этой криптовалюты, потребляют больше электроэнергии, чем некоторые страны, такие как Кипр и Исландия, например. Создатели эфира, кстати, много лет обещают перейти на более экологичный способ работы. В марте этого года знаменитый Эрмитаж анонсировал выставку в формате NFT-токенов, где этим проектом занимается отдел современного искусства музея. Стратегическим партнером станет Аксёнов Фэмили Фаундейшн. В куларах питерского форума в этом году нам удалось поймать коллекционера Аксёнова и расспросить его об этом поподробнее. В принципе, профессиональному культурному сообществу теперь не избежать адаптации технологических решений, потому что пандемия очень сильно подтолкнула цифровизацию во всех сферах, культура не исключение, поэтому, конечно, и музеям, и всем культурным институциям придется как-то интегрировать свою стратегию, новые технологии. Эрмитаж, судя по всему, сильно увлекла темой NFT. Помимо выставки, музей анонсировал и выпуск серии токенов по мотивам произведений искусства из своей коллекции. Эрмитаж выложит на биржу Binance 5 работ. Мадонна Лида, Леонардо да Винчи, Юдив, Джорджоне, Куст Сирени, Винсента Ван Гога, Композиция 6, Василия Кандинского и Уголок Садов Монжероне, Клода Моне. Каждое произведение будет выпущено в двух экземплярах NFT, один из которых останется в музее. Какой прогрессивный Эрмитаж, и правда, гордость берет, но ни одним Эрмитажем един музейный мир NFT. Флорентийская галерея Уфици недавно продала цифровую версию картины Микеланджело Мадонна Донни за 140 тысяч евро. Итальянцы планируют таким же образом поступить и с другими произведениями из своего знаменитого собрания. Вы купили какие-нибудь работы NFT? Ну, нет, пока нет, пока присматриваемся к экспериментам. А почему нет? Мне кажется, надо сразу вливаться во все новое, чтобы там заработать, нет? В первую очередь меня интересует сам феномен, во вторую очередь экономический аспект. Ну, я не исключаю, что буду приобретать. Просто, честно говоря, пару раз хотел, но не успел. То есть ставили ставки и вас просто там обогнали, например? Ну, да. Господин Аксенов пока ни одной работы не приобрел. А мы нашли нашего героя, который выложил почти миллион рублей за NFT. Создатель паблика МДК, мемолог Роберто Панчвиза. Что же он купил? Я купил манифест каллиграфизма, каллиграффутуризма от известного всем художника Пакраса Лампаса на площадке Binance NFT. Это вторая работа его. Первая там была на 28, что ли, BNB была оценена. И вот с этой работой вышло дороже, потому что она типа вот как бы был и я, и был еще какой-то коллекционер, который... То есть вы даже с кем-то повышали ставки. Да, то есть последний час я такой думал, я такой закинул за три часа, потом смотрю, кто-то перебил через 15 минут, думаю, ага, тут есть, короче, кто-то пасет эту картину. Я такой думаю, сейчас, короче, налью себе кофейка, сяду и начнем, короче, просто играться. В итоге, реально, за 15 секунд я сделал последнюю ставку и вот выиграл ее, по сути. За сколько ты ее купил? Ну, 33 BNB, это эквиваленте с 10 тысяч чем-то долларов. 10 тысяч чем-то долларов, примерно 800 тысяч рублей. Слушай, а зачем она тебе нужна? Что ты с ней будешь делать? Вот такой вопрос. Дома, что ты ее не повесишь себе там в угорной? Нет, можно повесить. Есть уже парочку стартапов, которые принимают деньги на предзаказ на рамки, специально вот эти NFT-шные, которые можно поставить. А мы хоть и в туалет, и в свой кабинет, и можно даже тут поставить, чтобы все любовались. Мне просто был интересен механизм и приобретение, я посмотрел, как в моем кабинете она выглядит, в личном, финансовом. И вообще ощущение от владения реальным. То есть у меня есть, конечно, картины, которые меня друзья нарисовали, они тоже художники, но у меня никогда не было ощущения владения чем-то диджитальным. То есть то, что, по сути, чьи права закреплены в самом блокчейне. Потому что вот эти невзаимозаменяемые токены, они как бы гарантируют тебе, что это все, типа каждая подпись, вот типа это все принадлежит тебе, никому другому. То есть никто другой не может сказать, типа это моя картина. Потому что у меня есть доказательства в интернете, которые говорят, что типа это мое. Мнение заместителей начать дело выставочных проектов парка «Зарядзе» искусствоведа Ирины Осиповой. Как раз сейчас такой момент, когда этот рынок, он еще очевидно не на пике, и он очевидно будет еще расти и раскручиваться, наверное, это как раз возможность вот вложить, получить и заработать. Мне кажется, что тут с NFT есть как бы важный такой момент, что есть токен как технология, и через него может продаваться что угодно. Мемы, там котик летящий, там вирусное видео, что угодно. А есть как средство для распространения. И вопрос о том, искусство это или не искусство, он задается очень давно. Там и примерно весь XX век. И по поводу Малевича и всего авангарда до сих пор у многих возникает вопрос о искусстве ли это. Хотя оказалось бы, что сто лет прошло, уже все про них рассказано и все объяснено. Но как бы и для XX и для XXI века все равно очень важна в первую очередь идея. И в общем вот все, что мы показываем, да, это же не просто мемы, которые вот на злобу дня там вдруг возникли и потом также исчезнут. А это все равно некое размышление художника об интернете, об нашей эпохе там пост интернета. Мемологи конкурируют с художниками вот так. Как бы да, они конкурируют сейчас за внимание, но они не конкурируют за место в истории искусства. Например, старожил Ютьюба, блогер Стас Давыдов художником себя не называет, хотя может является им в душе. Но NFT продать смог, пускай и недорого. Я на фаундейшене продал, это был токен, который я сделал из самого первого раза, когда я сказал фразу «И это хорошо в интернете». И это хорошо! Это было во втором выпуске в 2010 году, то есть я сделал видос, этого нарезал и токенизировал. Плюс я продал несколько, уже на другом ресурсе, на Rarible я продал несколько цифровых картин своей кисти цифровой. А ты художник? Нет, я не художник, я устраиваю иногда такие стримы, что я вместе с чатом рисую что-то. Ну то есть мне чат подкидывает идеи, что дальше рисовать, я как умею так рисую и что получается выкидываю на Rarible. Опять же у меня все это не ради заработка, а просто потому что это интересно мне самому и классно. За сколько удалось продать токен из первого выпуска? Это хорошо. В итоге за 0,11 тысячных эфира, то есть за 400 баксов, сейчас это меньше что-то, за 300 баксов, я изначально выбросил его за 3 эфира, просто чтобы это было, что он вообще оборзел за такую цену продавать. И это сработало, действительно, даже в NFT сообществе российском побурлили, что он себе возомнил. Вот, потом я уже опустил до одного эфира, а потом курс эфира так вскочил, что один эфир тоже стало очень много, и я просто, чтобы продалось, сделал 0,1. И оно продалось, и в общем-то человек очень рад этому событию, и ну вообще просто прецедент случился. Но Стас сделал это на самом подъеме темы NFT в России. Честно, не факт, что видео продалось бы сегодня. Первый вагон, помимо Давыдова, успели заскочить и другие отечественные блогеры и селебрити. Руслан Усачев, например, продал гифку со своей реакцией на покупку логотипа от нейросети студии Артемия Лебедева. Логотип стоил 100 тысяч рублей. Продал гифку с реакцией за 1800 долларов. В общем, отбил бабки. Теперь мне надо разобраться в себе, чтобы понять, куда двигаться дальше как художнику, написал Усачев в Твиттере после этой судьбоносной продажи. А Илья Варламов продал 6-секундный ролик с собой и апельсинами за 14 тысяч долларов. Кому в голову могло прийти купить это? На российском NFT-небосклоне достаточно ярко сверкает звезда Pussy Riot. Панк-рок-группа уже продала несколько работ, самая дорогая из которых обошлась покупателю в 224 тысячи долларов. Рэпер Хаски такими суммами пока похвастаться не может. Он смог продать свою кашу из топора чуть менее, чем за 3 тысячи долларов. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы будем готовить кашу из топора. Для этого нам понадобится топор. Одна штука. Эту кашу купила Надежда Толоконникова, главная звезда Pussy Riot. Это, кстати, вообще распространенная практика в NFT-мире. Авторы активно поддерживают друг друга, делают первые ставки и даже покупают работы коллег по цеху. Ты открываешь аукцион, и если твою ставку перебили более высокой, ребятам получается очень крутая стоимость продажи. То есть, не знаю, там, посмотришь, ты открываешь другу аукцион на, не знаю, 2,2 эфира. То есть, это там 5 с чем-то тысяч долларов. Задаешь плавочку. Да. И в этот момент ты понимаешь, что кто-то тебя перебил на 3. И ты такой, блин, ну я уже больше трех не потяну. Это для меня реально очень дорого. Не ставишь 3, я 1. Да, нет, нет, уже все такое, все, хорошо. Если это так оценили высоко, я только рад. Мне очень нравятся анимационные работы, которые сделаны в классическом формате, в 2D-шном. И я бы, вот, как бы, когда я вот себе открою сезон коллекционирования, я прям такой, п***, у меня есть 5 эфиров, я устраиваю п*** своему кошельку. Я накуплю себе очень много ребят, за которыми я уже слежу, которых уважаю, потому что я обожаю их работы. И слава богу, за них пока никто не выкупает, то есть у них очень, там, по 0.3, по 0.5 стоит работа. Им п***, когда у меня будут деньги на это, я реально их скуплю. Не проснул ли хайп к этому всему? Может, тема сдулась, пока мы ее снимали? Да это все манипуляции. У меня большой вопрос, реально, кто об этом пишет и какие эксперты вообще делают все эти выводы? Часто видим экспертов, которые на самом деле экспертами именно в этом маленьком сегменте не являются. Они являются, может быть, более общими экспертами по рынку, может быть, у них есть некий свой особый взгляд. Но экспертности там нет, поэтому делать выводы по просто чужой оценке сложно и неправильно. Это похоже на ту же историю сейчас с фразой «Биткоин умер в семнадцатом, эфир умер в восемнадцатом или двадцатом». Все время умирает, перенесла его купить. Да, он умирает, а оказывается, что он при этом растет. Вся эта золотая лихорадка, я думаю, через месяц-другой она спадет и уже будет намного сложнее продать свой НФТ за высокую стоимость. Их будет меньше покупать, и любое цифровое изображение, я думаю, он останется именно как технология. Понимаете, даже товарный знак можно зарегистрировать в виде изображения. Можно какую-то песню, какой-то сонг, который вы не опубликовали на Spotify или на iTunes, вы можете токенизировать и таким образом закрепить ваши авторские права. Художники, они разобрались с этим, а вот весь остальной уже мир, музыканты, ребята, которые, я не знаю, бизнесмены, предприниматели, вот они только узнают об НФТ, тем более мы в России. Если на Западе это уже, вот там февраль был самый активный месяц, то у нас сейчас это только зарождается на самом деле. Хайп, несомненно, прошел, но остался какой-то такой номинальный нормальный уровень, в принципе, для тех, кто... Для кого это и так изначально, в принципе, было актуальным, для цифровых художников, для которых появился какой-то, ну, способ, ну, легитимизировать, что ли, свои работы и получать за них какое-то признание. Неизбежно масштаб нынешнего ажиотажа спадет, потому что, конечно, это неустойчивый сценарий, когда цены, значит, приобретают такой масштаб. Мне кажется, это маркетинговый хайп, но идея, которая стоит за всей этой, значит, системой формирования стоимости с помощью блокчейна, она останется просто, мне кажется, другого масштаба будут цены, но количество используемых решений будет, безусловно, нарастать. Даже если NFT в итоге как-то, ну, загнется, хотя я не думаю, что загнется, оно как минимум на каком-то меньшем уровне популярности в любом случае останется, это все равно очень крутой прецедент. Это акт искусства, вот он и есть, когда оно, его нужно объяснять, когда у него есть подтекст, когда становится понятно, что, ну, вот это NFT-шка, которую там Сноуден сам загрузил, и в этом и суть. Не потому что кому-то очень нужна вот это вот изображение с буковками, из которого лицо Сноудена получается, а потому что это история. Искусство, оно безграничное, и просто сидеть, только картину, как бы одну писать, это узко немножко. Поэтому мне интересно NFT, и NFT интересно не только там форматом, что это цифровая картинка, там в интернете продается, ее проще как бы продать, а в том, что это, как это делается, коллаборируется, там, да, как ты по-другому подходишь к созданию произведения искусства, что оно создается в другом формате. Но даже физические работы холсты я сейчас создаю, проектирую в компьютере. То есть для меня как бы технологии, это, ну, просто такой инструмент, как бы, да, можно карандашом рисовать, можно на компьютере создавать. Важнее, скорее, что в итоге получается, как это взаимодействует со зрителем. Впоследствии эти картины можно, я могу их перепродать с курсом, типа, в два раза дороже, в три раза дороже. Могу, ну, типа, если я бы относился к искусству как к способу заработка, для меня это чисто такое гедонистское наслаждение, приобретение такого рода искусства, вот. Я могу просто, ну, типа, ко мне может обратиться какой-нибудь онлайн-музей, попросить, чтобы я предоставил им картину. Я дам код, типа, вот этой картинке, через свой адрес, там, передам на время с помощью смарт-контракта, и потом они мне ее вернут. За это они могут, там, не знаю, какой-нибудь процент билетов предоставить, или, например, просто я бесплатно дам. А Покрас тебе пришлет какую-то свою работу в подарок? Я могу попросить, но мне гораздо интереснее, конечно, иметь ее вот просто в... Ну, типа, поскольку ты сам видел это видео, и его, конечно, лучше транслировать на чем-либо. Вот, так что его просто так и не нарисуешь. Ты у себя уже на плазме его включил, посмотрел? Да, да, но интереснее она будет выглядеть, конечно, в специальных вот этих рамках, которые сейчас в режиме стартапа продаются в США. Там цена их порядка от 500 до 1000 долларов. Ты делаешь предзаказ, и тебе ее присылают. И она все время у тебя будет дома крутиться. Да, да, и там можно целый ряд таких картин. То есть, я думаю, что это моя не последняя покупка. Мне очень заинтересовал вообще механизм. Я бы еще продолжил покупать. Вот, так что я жду даже третью работу Покрас. А человек, который первый, я тоже его найду и постараюсь выкупить, договориться. У нас очень много ценностей перестали быть физическими. У меня, ну, мы, я плачу за, там, подписку на сервисы стриминговые, чтобы смотреть фильмы. Я покупаю игры. Несмотря на то, что это не физические объекты, ну, там, предметы и так далее. Это же вещи, за которыми стоит работа людей. И вот мы приходим к цифровому токену, который является единственным уникальной единицей, которую сам лично художник создал. Но всегда это останется, будет отмечена история того, что именно ты являешься обладателем этого токена. Вот, ты покупаешь эту часть истории. Ты знаешь, как я сделал выставку, где у меня дрон рисовал картины. Мне все говорили, что теперь все, дронами только будешь рисовать. Да нет, конечно, просто появляется новый инструмент. Когда появился видеоарт, тоже казалось, что это новая медиа. Ну, как бы он занял какую-то нишу свою в искусстве. Так же и диджитал арт может занять определенную нишу в искусстве. Это не значит, что оно там заменит всех, как бы и вообще и холсты не будут продаваться. Через год, через два, через три будет просто большая консолидация. Останется там топ-10, топ-20 маркетплейсов, на которых будут продаваться основной объем. Второй момент, что будут более сложные механики с точки зрения экономики и технологий в самих NFT. Потому что на текущий момент они очень просты. Я думаю, что также там порядка 95% NFT не будут иметь какой-то культурной и материальной ценности. Но это рынок и это нормально. Не хотелось бы заканчивать выпуск банальностью, мол, новые технологии – это новые возможности для больших денег. Но это правда так. NFT – доказательство этому тезису. Теперь, если вы творческий человек, неважно, дизайнер, художник или артист, вы тоже можете попытать свое счастье, выложить работу на одной из платформ. И, возможно, именно одна получит солидный гонорар, если вы будете делать все правильно. Надеюсь, наши эксперты, которые высказали свою экспертную точку зрения, вам в этом помогли. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. С вами был Forbes Digest. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok